Здравствуйте, я Елена Мир, психолог и парапсихолог, автор книг о сновидениях. И сегодня я хочу рассказать об Александре Свободном, который путешествовал круглосветно с 2019 года июня по сентябрь 2021 года, то есть во время ковида. И этого человека не остановил ковид в его путешествиях, он побывал в странах Турции, Мавритании, Марокко, Тунис, Украина, Мексика, Гватемала, Гондурас, Сальвадор, Никарагуа, Коста-Рики. И финансов он брал совсем немного, 300 тысяч рублей с учетом на два года и запланированных максимум трех. И плюс 130 тысяч рублей он заработал там и смог купить дорогой билет в Америку. В общем, в среднем вышло 300 тысяч рублей. Плюс все это на визы было истрачено и на перелеты. И по сценарию жизни можно задать вопрос, какие фильмы или что-то, спектакли, сказки вы любили в детстве, потом в подростковом возрасте и уже сейчас. И вот что ответил Александр в подростковом возрасте и в детстве нравилось чтение книг про лесную фантастику, так как телевизор в основном отсутствовал. Плюс в детстве нравилось играть самим собой визуально в героев-спасателей. Сейчас аудиокниги, аудиолекции слушаю на тему снов, раскрытие сверхпотенциала, биографии слушаю и удивительные случаи людей и разных территорий. То есть то, что было запланировано раньше в юности, вот этот исследовательский интерес к необычному, ко всему, у человека сохраняется. Это видно по тому, что он выбирает сейчас читать, смотреть, узнавать. И то, что Александр исполнил свою мечту, а он живёт на Сахалине, это уже говорит о его необычных способностях. И также он себя называет добрым волшебником. То есть где он появлялся и появляется, он помогает уже, можно сказать, своей сутью жизни, своим намерением, своим таким очень светлым посылом, устремлением ко всему светлому и доброму. Ну, немного привожу его фотографии здесь и его ответ на мой вопрос, что это такое окунуться в неизвестность, что с ним происходило и каким он был до путешествия и после путешествия. Приятного просмотра, всего доброго. Елена, с отличным днём. Слушайте, насчёт событий, ситуаций, какое отношение было до и после и к самому себе. Ну, к примеру, до путешествия я был готов на всё в плане неизвестного пути, то есть окунуться в эту неизвестность. И там своими скрытыми сверхпособностями, своими идеями, верой в чудеса, то есть идти вперёд, закрывая глаза на страх и подобные альтернативы. Вот. Это и осталось. Кстати, изменений почему-то не произошло. Что тогда было это очень крепко, что сейчас это крепко так же осталось. Только, возможно, более точечное владение информацией сейчас добавилось, если куда-то окунаться. Но если эта информация не под рукой, то всё равно туда же идти, там, где твои цели и мечты. По поводу дальнейших, примерно, событий, отношений, изменений. Раньше я... Тяжело мне было усидеться на одном месте в плане того же самого посёлка, например, здесь проводить какое-то долгое время, либо в каком-то другом месте, будь то какая-то работа появившаяся, либо какие-то люди, какие-то события, ситуация, в которой оказываюсь. То есть понимаешь, что долго находиться и хочешь прямо выйти оттуда. Сейчас, возможно, это пройдёт, но сейчас я вижу, где бы я ни находился. То есть я прям, ну реально по этому соскучился. Возможно, это как будто что-то старое, на что я сейчас смотрю с новым взглядом. А возможно, вообще на всё поменялось представление. То есть там, где я оказываюсь, я прямо вот с радостью здесь и впитываю, вообще обнимаю ситуацию, события, людей. Вот это изменение. Насчёт событий будущих, если раньше ещё в пути буквально в половине, либо под конец были планы, что отправлюсь снова в длительный путь, даже, скорее всего, ещё длительнее больше, чем три года, то сейчас наоборот, введение на это, что буду там, где живу, вот. Если я планировал раньше основную часть жизненного времени находиться где-то за пределами, там, где живу, сейчас наоборот, основное время здесь, а выходить из этой зоны на короткие дистанции, ну, к примеру, если за пределы острова, то от месяца до трёх, то есть вот потолок, к примеру, три месяца, а потом снова домой и более трёх месяцев, как минимум, это находиться в зоне острова. Вот такие примерно вкратце изменения. Субтитры создавал DimaTorzok